Всем привет, друзья! С вами Сергей Каширин. Рад видеть вас на канале. И сегодня мы поговорим о самых страшных и кошмарных приседаниях, от которых у вас обязательно куда-нибудь отвалятся и улетят колени, как сказали бы диванные эксперты. Но для начала я хочу немного побегать. Кстати говоря, очень рекомендую включать бег в небольших объемах в ваши тренировки. Во-первых, бег прекрасно развивает кардиореспираторную систему, что поможет вам в дальнейшем и в силовых упражнениях калистеники. Во-вторых, вы просто очень хорошо разогреетесь перед основной тренировкой. Конечно же, не забываем сделать разминочку и в том числе перед бегом, несмотря на то, что бег является, скажем так, разогревом и сам по себе представляет разминку. Но, тем не менее, нужно разогреться перед бегом. Пробежать я решил 3 километра перед этой тренировкой. Это небольшая дистанция, и бежать я буду в совершенно легком темпе, именно для того, чтобы активировать свой организм. Я не стал снимать всю разминку, иначе это очень бы затянулось. Исключительно показываю некоторые элементы, которые я выполнял во время разминки. Основная задача, это, конечно же, разработать суставы, прежде чем начать бегать. Ну, и, конечно, немножечко уже подготовить свой организм к физической работе. Спокойно пробегаем 3 километра. Если у вас уйдет на это 15 минут, вполне себе это нормально. Можно даже больше. Если можете бежать быстрее, но при этом соблюдая легкий темп, не задыхаясь, тогда бегите быстрее. Все по вашим собственным ощущениям. Я бегу исключительно в удовольствие. Ну, а теперь переходим к приседаниям. И в данном случае я даже буду использовать жилет для отягощения, который весит 12 килограмм. Вопреки всем рекомендациям современной фитнес-индустрии, я, пожалуй, буду выносить колени за носки, отрывать пятки. Но единственное, что у меня не получится, это приседать ниже параллели бедер с полом, потому что в данном случае ягодичные мышцы мои упираются в пятки. Ниже сесть уже не получается, поэтому бедра остаются на параллели с полом. Но данное правило я могу нарушить в классических глубоких приседаниях, когда я сажусь, как говорится, попой в пол. В данном случае приседания прекрасно задействуют переднюю поверхность бедра. Я выхожу на носки, можно назвать эти приседания приседаниями по старой школе. Когда-то давно так приседали, и никто не заморачивался насчет того, чтобы не выносить колени за носки. При этом приседания очень эффективны, и, честно могу сказать, как человек, который обладает травмами коленных суставов, полученными в силовых видах спорта, пауэрлифтинг, гиревой спорт, неоднократно травмировал колено, особенно правое. Данные приседания способствуют тому, что колени меня не беспокоят абсолютно. Проходит хруст, не беспокоят периодические боли, которые бывают, если перестать тренироваться. Старые травмы – это такое дело неприятное. Когда перестаете тренироваться, они тут же напоминают о себе. Но вот такие приседания позволяют мне поддерживать свои суставы в здоровом и работоспособном состоянии. А следующий вид приседаний еще интереснее. Сначала нужно опуститься до параллели бедер с полом, сделать вдох-выдох, потом кивануть вниз в глубокий сет, сделать внизу вдох и на выдохе подняться. Очень мощная штука, и вы это прочувствуете. Бедра будут абсолютно мощно, сильно гореть. Вам, я думаю, понравятся эти ощущения, как и сами приседания, после которых наверняка вас посетит замечательная крепатура на следующий день, а может быть чуть-чуть попозже. Субтитры подогнал «Симон»! Но это еще не самое страшное, далеко не самое страшное из того, что сегодня я хочу сделать. Следующее упражнение будет еще кошмарней. Сейчас диваны эксперты и, возможно, сторонники современной фитнес-индустрии закидают экран своих ноутбуков или телефонов помидорами. И вот оно, то самое упражнение. Вставим на коленочки, вытягиваем ручки перед собой и медленно опускаемся вниз, таз поднимая. Нельзя проваливаться в тазобедренных суставах, не сгибаемся. Делаем небольшую паузу внизу, вдох и спокойно поднимаемся вверх за счет выпрямления в коленных суставах. Разгибаемся в коленных суставах. В нижнем положении прекрасно тянем четырехглавые мышцы, ну а в верхнем положении, конечно, они прекрасно сокращаются. Для того, чтобы в это верхнее положение прийти. Я точно знаю очень высококвалифицированные опыты тренеров-реабилитологов, которые используют подобные упражнения в своих программах для реабилитации и тренировки своих атлетов. Но для этого нужно уже иметь медицинское образование. Я же тренирую исключительно здоровых людей. Часто мне пишут в комментариях о том, что вот при таких-то заболеваниях я это упражнение выполнять не могу и не нужно. Я показываю исключительно упражнения для здоровых людей. Ну и сам, собственно, тренирую только здоровых людей. Кстати говоря, по вопросам тренировок вы можете написать мне в телеграм. Свои контакты я оставлю в описании к этому видео. И мы с вами погрузимся в мир силовой калистеники. Вы откройте для себя двери в этот прекрасный мир. Ну а закончим мы тренировочку упражнением каракатица на одной ноге. Поднимаемся на одной ноге, другую ногу выпрямляем перед собой, сводим лопаточки и в верхнем положении застываем. Таз поднят, лопаточки сведены, делаем выдох, получаем удовольствие. Друзья мои, не забывайте активно двигаться, разрабатывайте свои суставы, работайте над мобильностью суставов. И не давайте своему телу, как говорится, засохнуть. Чем больше и активнее вы двигаетесь, тем лучше для вашего тела. Сохраняйте его функциональность и здоровье. Ну а я с вами прощаюсь. До следующих выпусков ставьте ваши лайки. Не забывайте подписаться на канал. Всего доброго.